В этот лес, как всегда, искать весёлки. Ну, может быть, ещё какой-нибудь ценный гриб обнаружим. Красивые цветы, только я не знаю, как они называются. Рядом буйно растёт. Ромашка белая, лепесточки нежные. Мне дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Ну вот, не успела в лес зайти. В прошлый раз на этом месте мы штук 30 нашли, считали даже с лишним. Вот уже они на этом самом месте. Господи, сколько же их здесь много. Если их здесь полно, то уже что говорить о другом лесе, в котором их косой коси. Что-то такое шуршит. Недавно видела коричневую змею, только половину. Она от меня улизнула. Я не успела понять, что это за змея. Такие люблю снимать. И такие. Для врагов, как моя подруга Хельга говорит. Ура, мне повезло. Только хотела мимо бугорочка этого пройти. И увидела чуть-чуть возвышенность. Разгребла листики. А под ним вот что. Вот сколько их много. Но крупные надо брать. И вообще, наверное, все надо брать. Они вырастут. Можно и яйца сделать. Аккуратно, аккуратно их надо выкрутить. Но хотя они корней не имеют. Их мухи приносят. Мы на этом месте уже грибы находили. Значит, они по всему лесу есть. Только фиг их найдешь. Их еще надо постараться найти. Ну вот совсем рядом, где мы их тоже находили. Два уже погибающих. Их мухи поедают. Вот эти. Но их тоже можно брать. Их можно сушить. Они легко высыхают. А у меня еще и сушилка есть. Сушилки тем более. Вот этот напрочь мухи съели. Капец ему. Это грибы валуи. Валуй. Но мы их есть не будем. Хотя их едем. Вот такой экземплярчик. А это что за чудо природы? Неизвестно. На ветчиках растет. Помары с ума сошли. Хоть мы и намазались. Чудо природы. А что это такое неизвестно.